друзья всем привет с вами снова александр тика и сегодня очередная распаковка товаров с сайта алиэкспресс и в частности вот сегодня у нас на распаковке будет телефон стоимостью всего лишь 37 долларов заказал я данный телефон всего лишь три недели назад и вот он уже у меня в руках пришел довольно быстро упакован в пупырчатую бумажечку уронил вот в подарок китаец положил вот такую подставочку для телефона чтобы на ней можно было смотреть фильмы там я не знаю youtube или какие-то другие подобные вещи вот так вот выглядит коробочка довольно таки маленькая она и компактная вот так вот сам телефончик ну и какое-то барахлишко зарядный блок давайте посмотрим на него поближе телефон кстати у нас называется ipro wave 40 зарядный блок значит силой тока всего лишь 500 миллиампер то есть пол ампера тут же у нас имеются наушники вакуумные с пометкой где левый где правый выглядят довольно аккуратно они сразу кстати гарнитурой идут у них есть кнопочка и микрофончик вот так вот все это выглядит смотрите такая интересная кнопочка встроен микрофон обычной стандартной длины все это но в общем это не самое главное тут же значит есть защитная пленка на экран данного телефона и одна уже имеется видимо на экране телефона а может быть и нет ну глянем чуть позже ну и тут же у нас имеется собственно usb кабель для соединения данного телефона с компьютером ноутбуком и для зарядки данного мобильного телефона вот так вот все это дело собирается и можно будет заряжать давайте посмотрим что пишет производитель на упаковке значит заявлено тут 3g двухъядерный процессор 4 дюймовый экран 2 sim карты возможность прослушивания mp3 mp4 две камеры gps вай фай и батарея емкостью 1250 миллиампер час также в комплекте имеется мануал на английском языке вот так выглядит наш телефончик довольно удобный не тяжелый я бы сказал в руке лежит очень удобно потому что у него размер дисплея диагональ всего лишь 4 дюйма как написано вот здесь на экране на защитной пленке тут у нас стоит android 444 kitkat задняя крышка вот такая вот интересная синенькая в квадрате чик собственно телефон данный я заказывал для сына своей коллеги на работу он ходит то ли в первый то ли во второй класс данные технические характеристики как раз пригодны для людей такого возраста либо для дедушек бабушек либо для детей которые в любой момент могут разбить или раздавить дорогостоящий телефон в общем чтобы не было жалко вот в качестве первого android телефона был выбран вот такой давайте сейчас снимем пленочку мы сняли пленочку как я уже сказал под пленочкой у нас оказалась уже наклеена защитная пленка так надо разобраться как открывается крышка придумаем за уголок поддеваем и снимаем довольно таки не сложно эту крышечку но тут у нас находится отсек для sim-карт и наша батарейка контакты на батарейке заклеены чтобы телефон во время транспортировки не разрядился вот мы снимаем наклеечку и теперь наш телефон сможет работать как я уже сказал данный телефон у нас на две sim-карты и тут же у нас для sd-карты есть отсек теперь нужно все это дело закрыть вот только телефончик включается вкратце посмотрим что он из себя представляет в общем как я уже сказал диагональ данного телефона 4 дюйма сверху и снизу у нас имеются динамики это прикольно кстати потому что очень даже похоже на стерео значит снизу у нас основной микрофон для разговора микрофона для шумоподавления к сожалению нет может быть он конечно спрят в одной из сеток защищающих динамики дальше у нас с правого торца имеются кнопки регулировки громкости и кнопка включения выключения левый край бок он нас свободный сверху имеется джек три с половиной миллиметра и разъем для зарядки или подключения данного телефона к компьютеру собственно все больше ничего нет на задней крышке у нас камера и светодиодная подсветка вот мы включили телефон и предлагает он сразу выбрать нам язык русский язык вот он имеется тут же находит все доступные вай фай сети вот после того как мы пропустили все пункты настроек у нас вот такое вот окно приветствия добро пожаловать будьте как дома создание дополнительных экранов приложений и папок этот пункт я думаю нам тоже можно пропустить и вот как мы видим вот такой вот экранчик первый рабочий стол и за ним вот свободный там с часиками второй нажмем на иконку с приложениями и вот у нас открывается список всех приложений установленных на данный телефон но как видите работает телефон довольно шустро учитывая даже его невысокую цену давайте зайдем в меню настройки и посмотрим раздел о телефоне что у нас тут пишут версия android 4 4 2 не так как написано на коробке но я думаю что она обновится что мы еще тут можем увидеть особо мы ничего не можем увидеть по памяти я вам скажу что у нас здесь всего лишь пол гигабайта оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной физической памяти для ваших аудио видео игр там и тому подобной информации вашей личной давайте наверное сразу здесь же посмотрим насколько громкий динамик профиле звука послушаем что у нас тут есть ну нельзя сказать что это очень громко или очень тихо все как всегда собственно и набор мелодий тоже как на голом андроиде думаю для ребенка не составит труда услышать когда ему кто-то звонит в общем что я вам скажу громкости будет достаточно для того чтобы не пропустить звонок яркость у нас выставлена даже не на максимум вот как вы видите экранчик в принципе сносно видно углы обзора на нем я бы даже сказал неплохие но все познается в сравнении для данной цены это очень даже неплохой телефон я бы вполне мог советовать данный телефон для того чтобы освоить смартфоны на андроиде в качестве первого общем телефон для ребенка для пенсионеров или для может быть ваших родителей которые никогда не пользовались телефоном и не хотят тратить на него большие деньги в общем вот такие дела посмотрим как у нас обстоят дела с камерой камерой но тут все как всегда на голом андроиде показывают показывают кратко как пользоваться схематически какие предустановки можно выбрать размер фото максимально выбирается всего лишь два мегапикселя есть по поиску улыбок съемка автоматическая съемка при обнаружении улыбки для детей это как нельзя кстати я думаю чтобы делать всякие сидашки селфи от первого лица скажем так качество видео даже по сути не пишут насколько мегапикселей видеокамера можно выбрать только средняя высокая и хорошая качество выберем хорошая электронная стабилизация это смешно но такой пункт меню здесь как видите есть ну вот так вот как-то все это выглядит сейчас я попробую что-нибудь снять сейчас сейчас вот мы попробуем снять себя я не могу попасть тут стоит просто предварительный просмотр сразу от того что я снял вот я сфотографировал камеру и и и и для двух мегапикселей в принципе неплохо ну вот я сфотографировал себя как я уже сказал качество конечно не фонтан но для двух мегапикселей очень даже неплохо и для данной цены телефона в целом сейчас вот записывается видео раз раз как меня слышно алло алло привет и сейчас мы что-нибудь воспроизведем ну ребята я в общем не знаю что вам еще можно рассказать о данном телефоне как видите все работает без тормозов как я уже сказал все довольно интересно и просто в качестве первого телефона я был бы очень доволен на месте этого ребенка которому попадет в руки этот телефон ребят но вкратце пробежимся по техническим характеристикам дабы подытожить все вышесказанное на борту данного смартфона у нас установлена двухъядерный процессор тактовой частотой 1 гигагерц модель мтк 6572 разрешение экрана 480 на 800 пикселей диагональ 4 дюйма установлено 2 камеры на данном смартфоне одна из них 2 мегапикселя это основная и фронтальная 0 3 мегапикселя по памяти основной памяти у нас 4 гигабайта часть из которой будет занята прошивкой а именно около 1 и 3 гигабайта будет занята сразу при получении телефона и 512 мегабайт оперативной памяти далее по батареи у нас установлена батарея емкостью 1250 миллиампер час поддерживаются 2g 3g мобильные сети также имеется вайфай gps имеется а юсб версии 2.0 bluetooth версии 3.0 собственно как я уже сказал все довольно таки неплохо для данной цены но ничем я вас удивить не смогу если у вас есть какая-то сумма там примерно там от 35 там до 50 долларов ничего лучшего вы по сути не найдете чем этот телефон вот если вы захотите более детально как-то увидеть технические характеристики или внешний вид или почитать самостоятельно о нем что-то ссылочку на данный товар и конкретно на того продавца у которого был приобретен этот телефон я оставлю в описании под данным видео ребят если вам понравилось данное видео подпишитесь на мой канал поставьте лайк этому видео с вами как всегда был александр тика до скорых встреч пока пока